А кто знает какую-нибудь бактерию, как она называется? Да! Правильно! Их есть у меня, сейчас найду. Сейчас. Бактероид. Так, вот, которые умные, тех не надо. Которые микробиологи... Вот, пищечная палочка. Которые микробиологию в школе учили, всех я попрошу, на самом деле, не показывать действительно образование свое. Вот, а меня все-таки интересуют действительно такое, ну, человеческое представление. Пищечная палочка, вот, еще. Не слышу. Хеликобактер есть, да. Вот он. Еще. Пищечная палочка только что была, это еще не хиполия, тогда и есть. Ну. Бибрион есть. Вот, холерный бибрион. Как еще? Трипанасома. Трипанасома не бактерия, она... Эукариот, у нее ядро есть, простейшее. Не слышу? Стихлопопов есть? Дофига, сейчас покажу. Это простой золотистый стриптопопов, не спрашивайте меня, почему он голубой. А это, вот тут написано, супербаф. Это суперстоклопов, который множество лекарства устойчивее, то есть он устойчив ко всем антибиотикам. Вот поэтому у него точно соответственно плавишь, и он всех победил. Еще. Не слышу. Сальмонеллы. Сальмонеллы есть. Сейчас, надо найти. Ну вот сальмонеллы. А, сейчас, нет, смотрите, вот сальмонеллы. Да, вот сальмонелла. Соответственно, мы сбурилим брюшного кифа, поэтому она, по-видимому, такого чудесного цвета, еще где-то была, я сейчас помогу найти исходу. Ну, давайте, хватит. Ну, тут еще, на самом деле, много разных живых существ. А реально, вот смотрите, сейчас я дойду. Вот этот, упс. И кто-то еще один. Сейчас. А вот он. Вот смотрите. Значит, это все бактерии, которых делает вот эта самая компания, которая делает мягких микробов. Вот это все патогены. И все, кого вы называли, тоже патогены. Единственное, не патогены, не патогены, там три. Бифидобактерия, и две лактобацилы, молочнокислые, которые в кефире живут. и это, на самом деле, отражает, ну, такую, распространенную, значит, точку зрения на бактерии, что вот мы в бактерии знаем обычный патоген. Я, собственно, вот этот, всегда, такой прием для начала лекции использую, и, как правило, вот опять-таки, если, так сказать, не попадется какой-нибудь микробиолог, который, значит, начинает пальцами кидать, всегда люди называют бактерии связанных с болезнью. И это, на самом деле, ну, да, мы сталкиваемся с бактериями в неплочедневной жизни, что-то про них узнаем, когда у нас что-то болит, но, на самом деле, бактерий разду, это гораздо больше, и в нас, в том числе, вот давайте-ка еще раз, ага, и в том числе в нас, в каждом из нас, в каждом из вас, ну, и во мне тоже, в каждом из нас, в каждый момент времени присутствуют примерно 100 триллионов, там, 300 триллионов бактериальных клеток, и, чтобы понимать, это в 10 раз больше, чем в наших собственных клетках, да, то есть, если бы была демократия, то они бы на нас переголосовали. Это примерно 1-2 килограмма, зависит за того, сколько вы сами весите. То есть, опять-таки, да, вот в каждом из нас, в каждом из нас, в каждом из нас, примерно 1,5 килограмма бактерий. Это несколько тысяч разных видов, и, практически все они не патогены, но некоторые условные патогены, они становятся патогенами, если организм ослабляется. Но большинство из них, не только безвредные, но, на самом деле, даже полезные, потому что примерно от 5 до 10% энергии, которую мы получаем из пищи, мы на самом деле получаем и непосредственно, а через бактерии. Они разлагают какие-то сложные вещества, а мы уже потом питаемся более простыми. Ну, коровы, еще более, яркий пример, да, корова не ест траву, корова ест бактерии, которые едят траву. И, кроме того, еще эти бактерии обеспечивают нам иммунитет, защиту от других патогенных бактерий, они делают для нас витамины, и вообще, на самом деле, каждый из нас это не самостоятельный организм, а результат симбиоза того, что мы привыкли считать собой с вот этими самыми триллионами бактерий, которые на живем. Если человек избавит от бактерий, то он умрет сразу от многих болезней. Давайте. Ага, да, вот история, которую я буду рассказывать, она начинается в Галандии, в Дельфте. Вот эта старая церковь в Дельфте, она действительно немножко не кадр заваленный, справа она действительно немножко поклоненная, можно дальше. Вот. А, и там в церкви есть вот такой камень, это могила Антонина ван Левенгука. Вот картина одна из немногих сохранившихся. Справа, соответственно, гравюра сделана из этой же картины. Вот. И про Левенгуку, часто говорят, что он изобрел микроскоп. Да, вот такой. Опять, пландерное представление о Левенгуке, человек, который изобрел микроскоп, это не совсем точно. Левенгук микроскоп не изобрел, а очень усовершенствовал, когда он научился делать очень хорошие линзы. Вот эти Левенгуковские микроскопы, я долго пытался понять, но тут хорошо видно, да, я долго пытался понять, как это работает, потом нашел схему. Вот эта штука, вот эта пластинка, она ставится вертикально, на кончик иглы наносится образец, и человек через линзу смотрит на образец, накрутит источника света. И вот Левенгук научился делать хорошие линзы, давайте следующую, и увидел много разных чудесных живых существ, которых он зарисовал. Многие из них это действительно или простейшие, или какие-то даже многоклеточные, мелкие, да, вот здесь вот коловратки, такие миниатюрные ферми, очень маленькие, микроскопические. Но кроме того, он увидел вот тут нечто, что он нарисовал справа, и это очень похоже, давайте, следующую, на современных бактерий, да, вот то, как мы их видим уже под нашими хорошими, мощными световыми микроскопами. Вот это бациллы и палочки. Давайте еще следующую. Это стопилопопки, кто-то просил, вот они по микроскопам и видят вот так, и еще следующую. И это много разных скриптопопок, как вы их не называли, тоже хорошие зверюшки, от них бывает ангина, в частности, ну, из самых знакомых болезней, и все, много всего. И еще следующую. И, вот я попробую немножечко рассказать действительно про то, какие бактерии вы отживут и как вы с ними взаимодействовали. Я начну опять-таки не с людей, а с карататицы. Такая самая простая система. Это две родные карататицы, одна живет левая живет в Средиземном море, а правая около гавайских островов. Они днем спят, вот она ложится спать, она потом станет такого же цвета, как песок. А ночью они охотятся на всяких плантонных, значит, маленьких животных, которые там плавают. И она сама тоже маленькая, несколько сантиметров. и оказывается, что ее ночью видно, как темную тень на фоне светлого неба, вот с толщей воды. Нам немножко трудно это себе представить, потому что мы привыкли к освещению сверху. А в воде и и ну, за регианом освещение. И видим форму по-другому. А шпак, которые живут в воде, они вот видят кого-то на фоне неба. И чтобы ее не было видно, у нее есть специальный орган, вот его тут немножко видно, здесь, вот на брюшной стороне, в котором живут бактерии в этом органе. Вот они слева нарисованы, они действительно светятся. Идея такая, что у нее есть такая вот небольшая подсветка, и ее поэтому на фоне светлого неба не видно. Ну, там, освещенного луной и звездами. Справа нарисован жизненный цикл этой самой каракатицы. Вот она ночью активна, вот она светится, у нее много бактерий. Потом она утром промывает этот орган, бактерии все значит, оттуда промываются в море. Они могут жить и самостоятельно тоже. она начнется спать, немножко бактерия остается, они начинают размножаться. Потом, к вечеру, и сезон достигает пика, она плывет, агонится и так далее. Это такой самый простой симбиоз. Одно многоклеточное существо и один вид бактерий. Причем, где и другие могут жить независимо друг от друга. Давайте следующим. Вот. А вторая история тоже происходит в Средиземном море. Я прошу прощения, тут не безумно хороший слайд оказался. Значит, вот этот залив Сан-Адрея на острове Кейба. Следующий. И там живет, значит, на дне, вот в уле, этого залива живет такой червяк. Он тоже совсем маленький. Это 1,2 см в длину и, честно, меньше 1,2 см в диаметре. Он замечательный тем, что нет ни пищеварительной выделительной системы вообще. То есть у него нет рта, кишок, желудка, там, не знаю, вот система, ну, почек понятно, что у червяка нет, но вот никакой системы выделения. И, значит, у тебя вопрос, как же он живет. Давайте следующую. А живет он вот так. В нем, вот под верхним слоем, ну, вот у этих существ, это называют коктикулы, вот внешняя оболочка, живет несколько видов бактерий. Они здесь покрашены разным цветом. И оказывается, что у них просто общий обмен веществ. То есть бактерии занимаются синтезом сложных веществ из простых. Соответственно, энергетические процессы тоже живут у бактерий, происходит в бактериях. Червяк занимается синтезом более сложных веществ из того, что сделали бактерии. Соответственно, длительность выделения, скажем, аммиак, используется бактериями в качестве источника азона органического. Можно следующее. Вот здесь это примерно нарисована упрощенная картинка. Вот это клетки червяка, это клетки разных бактерий и стрелочками нарисованы потолки между червяком и бактериями, которые в нем живут. Почему нужно несколько бактерий, почему такая сложная система? Давайте следующую. Потому что на разных глубинах немножко разный химический состав ила. И соответственно от того, насколько глубоко червяк запускает, работает либо одна бактерия, либо другая. В зависимости от условий и доступных химических веществ, вот этот собиоз соответственно в разной части его работает. Давайте числе. Ну вот, а теперь люди, это вот много разных бактерий, на самом деле не так много, которые живут в человеке. Это не совсем честная картинка, потому что здесь еще есть вот грибы. Вот этот и вот этот, вот это не то. А дальше вот в разных частях нас, на кишечнике, в желудке, на коже, во рту, на коже, но в органитальном тракте живет много разных бактерий. Давайте сейчас следующее. И когда люди это осознали и когда технические, такие технологические возможности это позволили, появилось сразу несколько проектов по изучению вот бактерий, которые живут люди. В чем они есть разные, они есть международные, в частности вот Метахит, это европейский проект, есть американский проект, вот справа внизу, канадский, это тоже европейский кажется, корейский, нет, это китайский виноват. Есть много разных проектов по изучению того, какие бактерии живут в человеке и на что они влияют. Давайте еще следующее. Нет, это все-таки не мои слайды, они были нормальны, разрешение экрана, я прошу прощения. Вот, значит, слева картинка из обложки журнала Nature, это один из основных научных журналов, это ровно тот номер, в котором были опубликованы первые статьи по такому вот массовому изучению человеческих бактерий. Номер называется «Наш другое геном». Есть геном «Наш собственный», это 25000 лет, и есть еще совокупный геном всех бактерий, которые в нас живут, это примерно в 100 раз больше. Опять, даже с информационной точки зрения, они гораздо богаче, и очень много всего умеют делать. Это же попало в какое-то популярное изложение этой науки попало на обложку журнала «Иконамис», тоже такой еженедельный, один из лучших, по-видимому, таких общественных журналов, общественно-политических журналов. Давайте еще следующее. Прилились карикатуры, это я переведу на всякий случай. Сверху написано, что проект гипомикробиом человека, микробиом это какая-то совокупность наших бактерий, говорит, что в человеческом теле живут 100 триллионов микроскопических жизненных форм, а справа нарисованы эти самые жизненные формы и кто-то из них говорит, вы называете это жизнью. Были русские карикатуры, давайте сейчас следующее. Но это я не буду переведу скидывать, тут написано, я просто дожду полу минуточки. Или не видно? Не видно. Значит, написано вот, что на всякий случай. Нет, ты не можешь завести собаку. Споем кель около 500 видов бактерий, почему бы тебе не поиграть с ними? И давайте еще следим. это опять-таки разные картинки двух разных проектов показывают из каких мест человеческого тела брали образцы, чтобы их изучать. А вот эти цветные бляшки, это какие разные бактерии в разных местах живут. Видно, что микробиом не только очень богат, но и разнообразно. На коже живут не те же бактерии, что в кишечнике, не те же, что в волосах и так далее. Давайте еще. Это мы, наверное, пропустим, это просто тоже показывает, сколько экранов бывает. Давайте все еще. Вот. Что люди начали пытаться делать? Ну, естественно, если мы что-то изучаем, давайте сравнивать и пытаться понять, от чего состав микробиома заметил. Таких исследований сейчас уже довольно много. Извините. Это уже довольно старая картинка, ей 3 года. Ну, например, смотрели диету, что у вегетарианцев состав микробиомы не такой же, как у людей, которые едят мясо. Смотрели взрослые изменения. У младенцев бактерии и такие, как у взрослых, а с устарением состав микробиомы тоже меняется. Смотрели профтехническое происхождение, сравнивали там европейцев с африканцами, американцев с китайцами, северных и южных европейцев тоже видели всякие различия. Я не считаю, что здесь написано, потому что это в общем не так интересно. Это скорее просто повод представить себе, что можно с этим делать. Давайте сейчас следующее. Смотрели, что они собственно делают. Эта картинка на самом деле похоже, даже зрительно немножко похожа на картинку, которую я показывал про червяка, потому что на самом деле на ней изображено то же самое. Это показывает, как вещества, которые поступают с пищей, там, крахмал, пектин, сервелоза, то есть вот то, что мы получаем в участке красительной пищи. Как их потом разные бактерии превращают в уже простые маленькие молекулы, которые мы потом усваиваем. Это вот те самые 10% энергии, которые мы получаем из еды на череп бактерии. И разные кружочки показывают, что это происходит в разных бактериях. То есть вся эта сложность на самом деле имеет смысл, потому что разные бактерии делают немножко разные. Давайте дальше. Мы, конечно, стали смотреть болезнь. Это тоже уже старые слайды, мы года два, сейчас тут все числа должны быть больше. Я сделал вот что. Я взял стандартную базу данных, куда попадают все статьи по биомедицине, опубликованные в какой-нибудь приличном журнале. И посмотрел три разных болезни. Статьи, просвещенные трём разным болезням. Диабету, ожирение и воспалению кишечника. Нет, сейчас в этом немножко поспешили. И в кружочках нарисовано сколько статей посвящено микробиому и при этих болезнях. Ну вот, связи нашего бактериального населения нашего кишечника с этими болезнями. Но больше всего действительно смотрели связь с болением, естественно. И давайте ещё следующую. Вот. И это один из опытов, которые делали, сейчас одно из наблюдений сначала. Делали следующее. Брали пары близнецов, вам уже рассказывали про близнецов, близнецы, поменьше и прочее, очень хороший объект для изучения влияния условий отдельно кинетики. Так вот, брали близнецов, которые живут в одних семьях, но при этом один из них немножко подолще, а другой немножко более худой. И смотрели состав микробиома кишечного. Вот в разных парах. И сравнивали состав микробиома вот в этих разных парах. Оказалось, что они действительно друг на другу похожи, но при этом у полных близнецов в состав микробиома беднее. То есть у них меньше разных бафты. А это было наблюдение, сделанное на людях. И после этого наблюдения они медленно стали делать опыт уже на мышах, давай к следующему. А опыт сделали такой. Значит, брали, соответственно, из пары полного близнеца и худого близнеца, брали мышах из одного пальмета, тоже в каких-то течках, из одной линии. Значит, и есть такая депериментальная техника, которая позволяет какое-то время вот новорожденных мышах значит, держать скерильные. Вот этих скерильных мышах заражали соответственно бактериями из одного близнеца и другого близнеца. Не спрашивайте меня как, я все равно расскажу через три слайда. и потом давали им одну и ту же диету. То есть кормили их совершенно одинаково. Здесь значим эти мышаты различались, они различались составом микробиома. Ну и оказалось, что один мышонок вырастал пуленьким, а другой мышонок вырастал пуленьким вот ровно в соответствии с предсказанием, которое следовало с того наблюдения, которое я рассказывал. А дальше, теперь давайте еще следующее, а дальше делали вот что, дальше этих мышат сажали в одну клетку. И здесь нарисовано вот что, это дни, это дни, первая неделя, вторая неделя и так далее. Вот в этот момент, когда тортинка становится желтенькой, их сажали вместе. А по горизонтали разные бактерии. И соответственно кленочка закрашена, если эта бактерия в этом мышонке в этот день была обнаружена. Ну, более точно не в самом мышонке, а в него пометив. И вот видно, что у худого мышонка бактерий все время много разных. А у полного мышонка сначала бактерий мало, а потом, когда их ссадили вместе, он зародился и их стало много. У него появились те бактерии, которые были у его худого брата. И где-то одна из этих картинок, которые сверху, бог с ним, я уже не буду подробно их разбирать, но наблюдение стояло в том, что полный мышонок, кроме всего прочего, еще и похудел. То есть, действительно, оказывается, что состав микробиома кишечного влияет, но вот в частности, на просто обмен веществ и ожирение. Давайте следуем. Ну, а раз такое можно делать с мышатами, то давайте попробуем такое же делать с человеком. здесь нарисована схема опыта. берется проба, гуманизируется и через катетер, значит, есть два способа на самом деле, но делать это сзади плохо, потому что там кишечник очень извилистый и нетрудно катетер провести, поэтому это обычно делают через нос и пищевод и желудок. И тогда все попадает на этот верхний отдел кишечника подоножник. Значит, вот стали делать эти самые пиклощадки, цепикальные трансплантации и дели то, как объявили в начале лекции. Давайте следующую. И вот что оказалось. Оказалось, что действительно есть болезни, при которых это хорошо помогает. Значит, ну вот были, значит, для некоторых случаев это просто наблюдение, то есть пока что не было клинических испытаний вот по правилам, которые приняты просто для лекарств. Это в основном всякие расстройства кишечника и успаления кишечника. А для ожирения и для инфекции вот этой, называемой вот этой бактерии, она у меня, кстати, тоже где-то есть, сейчас я ее буду пока говорить, я ее найду. Оказалось, что... Вот она. Сейчас вы увидите, как она на самом деле выглядит. Вот. Оказалось, что действительно это уже просто дошло до стадии клинических испытаний, и вот про то, такое испытание я сейчас расскажу. Давай в следующем. Вот. На самом деле они выглядят вот так. И это цвета условные, это электронная фотография, в общем, не очень похожа, да? Вот кому они, эти самые хлостридии, которые на стенке кишечника. Давай-ка, следующую. Есть довольно плохая вещь, на самом деле. На этой картинке показан график госпитализации в связи с этой инфекцией, значит, снизу годы, а сверху это количество госпитализаций связано с этой инфекцией. Значит, зеленая, это когда эта инфекция является просто основным диагнозом, а красная, когда сопутствующим. В принципе, люди, давай-ка следую, да, и видно, что это растет. Значит, люди заболевают вот этим самым воспалением кишечника вызванным кластридиями после массивного лечения антибиотик. В принципе, эти кластридии, опять-таки, у каждого из нас кишечники есть, но их мало. Если вы лечитесь антибиотиками, у вас меняется состав микрофлоры, по-видимому, исчезают какие-то бактерии, которые с кластридиями конкурировали и их подавляли, кластридии размножаются, начинается воспаление, оно там плохое, потому что на предыдущей картинке видно было, что это несколько сотен тысяч госпитализаций, но кроме того, это еще 14 тысяч смертей в год в США. И когда заметили, что да, похоже, ясно, что эта болезнь связана с изменением состава микрофлоры, решили попробовать влиять на состав микрофлоры, пересаживая, делая фекальную эксплантацию от здоровых людей. и провели клинические испытания, которые пришлось остановить по этическим причинам. Этические причины связаны вовсе не с такой странной процедурой, а вот с чем. Как проводятся клинические испытания? Пациентов случайным образом делят на кокорты, кому-то дают новое средство, кому-то дают старое средство общепринятое, кому-то дают плацебо, то есть ничего. И оказалось, что примерно четверть пациентов, которым давали просто физиологический раствор, вылечиваются самостоятельно. Соответственно, три четверти не вылечиваются. Если брать стандартное лечение антибиотиками от москвитии, то это немного лучше, чем ничего, чего на 8% разница. Дополнительные 8% вылечиваются под действием антибиотика. А при фекальной трансплантации вылечиваются почти все, 94%. И клинические испытания осуществили вот почему. Есть такое правило, что если новое лекарство оказывается на много порядков более успешным, чем старое, то уже этически нехорошо не давать новому лекарству тем, кто в контроль на группу. И вот это оказалось, что это действительно работающее и самое работающее и просто хорошо работающее средство. Давай к следующей. Это тоже картинка, показывающая, такая немножко пропагандистская, она показывает, вот черное, это количество клинических, количество научных статей про фекальную трансплантацию, тоже погадал. А красный график, это количество зарегистрированных клинических испытаний. Это то, что реально вводится в медицинскую практику. Сейчас уже больше 20, сейчас, наверное, я думаю, что 40. Это растет, вот видно, первый начали в 2011 году и очень быстрое количество растет. Давайте еще следующее. Ну, в общем, эта процедура, связанная с с заливанием фекалий катетером через нос, она не самая по-ведему приятная для пациента, поэтому, конечно, немедленно изобрели пилюльки. Вот тут их делают, а вот так они выглядят. Давайте следующее. Ну, и как всегда, в науке оказывается, что это, так сказать, изобретение не современное, а был такой замечательный китайский мудрец и врач Гэхун. Справа китайский портрет, а слева японский портрет его же, который своих пациентов обладками калом здоровых людей лечил сколько? Полторы тысячи лет назад, да больше, 1800 лет, 1700 лет назад. И более того, оказывается, что это, по-видимому, тоже не самое первое изобретение, потому что давайте еще следующее. Чудесные пейзажи это Танзания, вот это озеро, в окрестнице которого вот здесь живет народность Хакса, вот так они живут летом, вот так они живут зимой, когда засуха, да, это такая саварна. И Хакса замечательны тем, что они ведут свой образ жизни никак не взаимодействуя с цивилизацией, ведь они не встречаются с антибиотиками и они не встречаются с современной европейской пищей. Так сейчас это камни или это какие-то возрасты? Ладно, я прошу прощения, я сразу не слышал. Вот, так вот, эти самые люди Хакса, они являются поэтому очень хорошим объектом для разного рода исследований того, как живое человечество в другом цивилизации, а при этом они еще дружелюбные и с ними действительно много работают генетики, гриббиологи и всякие другие люди и в частности заметили, что у них не бывает воспалительных заболеваний кишечника, у них не бывает рака желудка гриббиологи и дальше может следующее да, вот есть такой человек Джей Фрич, который туда поехал собирать трубы и смотреть почему так получается и правая картинка они показывают одну из возможных причин почему у них типа другой состав кишечного микробиума и живут они так у них очень равномерная диета например когда сезон они питаются не почти исключительно медом но едят очень много меда сразу если кто-то из нас ест полкила меда скорее всего хорошо не будет так что когда сезон они добывают мед для кирпчел и едят его сразу по многу и правда они едят очень много мяса делается это так они завалили оттеноку вот они освежуют а дальше они руки от крови очищают содержимым кишечника от антилопы и не кишечника а желудка а дальше едят сырое мясо как в известном анекдоте прапорщика этими самыми руками за некоторое время происходит перезаражение их собственного микробиома микробиомом из антилопы но это только только начали смотреть то есть там никаких очевидных клинических выводов из этого не сделано но это просто одно из направлений в которых люди пытаются думать сравнивать микробиомы я говорил что сравнивают микробиомы людей с разных диет и с разных технических групп но у меня несколько слайдов осталось я сейчас покажу а потом можно уходить вопрос и будут немножко поговорить вот это то что было про человека там обычно спрашивают зачем все эти мучения почему бы не найти тех бактерий которые отвечают за всякого рода приспособления и не давать просто их в качестве не полный этот набор а тех генетских бактерий от которых зависит например чтобы не было воспаления кишечника или чтобы не было ожирения или чтобы не было диабета не получается потому что не получается выделить вот тот бактериальный консорциум который является решающим вот этих защитных реакций и по виду одна из причин я показывал там довольно сложное взаимодействие между разными видами бактерий и просто не очень понятно кто является решающим не получается вот сделать такого что взять всех здоровых всех больных увидеть что они отличаются каким-то одним или двумя видами может быть там когда больше данных будет может быть это получится сделать но сейчас не выходит вот но это пока что все-таки были такие симбиозы очень важные но это все-таки были независимые живые существа да вот отдельно мы отдельно наши бактерии как они в нас живут там отдельно червяк клетки червяка отдельно клетки бактерий которые живут внутри червяка но все-таки эти бактерии и уже без червяка не могут и он без них не может червяк отдельные живые существа а у насекомых бывает еще более тесное взаимодействие а у насекомых а у насекомых а у насекомых сосуд растительный сок значит там дело вот в чём что по строению ротового аппарата насекомые делятся на грызущих и сосущих ну растительные ядли грызущие это там гусеницы они грызут лиц а сосущие прокалывают и сосуд сок и проблема в том что в этом соке нету аминокислот у него много разных сахаров он сладенький березовый сок сладкий кленовый сок если кто-то пил тоже сладкий но там мало аминокислот а животные есть много аминокислот которые называются незаменимыми они действительно незаменимы потому что животные в частности мы и гли не можем их сами синтезировать мы их должны получать с пищи аминокислоты это то из чего состоят белки а белки это то из чего состоим мы то есть такие базовые терпички из которых живое существо состоит так вот грызущие насекомые получают аминокислоты потому что они скрызают истин целиком в этом листе в предках этого листа есть белки соответственно белки разлагают сюда аминокислоты потом из этих аминокислот строятся белки уже того кто этот лист ест все нормально с нами то же самое мы едим какую-то пищу в ней есть белки незаметно это растительная еда или мясо там много белка соответственно мы эти аминокислоты тоже получаем в пище а сосущим насекомым они что-то получить нет потому что растительные соки я уже говорил их мало и они от этого избавляют значит это вот разные просто примеры значит они эту проблему решают следующим образом давайте следующую картинку вот это клетка клей такой обычный гороховый клей значит вот мембрана этой клетки вот одна мембрана одна стенка и другая вот это ядро этой клетки а вот эти вот серые кружочки это бактерии бактерии значит специальные специальные значит у клей там у сосущих клопов еще у некоторых есть специализированный орган состоящие из вот таких вот клеток они называются бактериоцеты в которых живут бактерии соответственно в одной такой клетке живет несколько тысяч бактерий а у клей несколько тысяч таких клеток то есть в каждой клей живет примерно 5 миллионов бактерий и вот эти бактерии за них нужны клетки для того чтобы синтезировать аминокислоты и эти бактерии живут прямо в клетке КИ да то есть не между клетками не где-то отдельно а прямо внутри клетки КИ и вот они уже по отдельности жить не могут, соответственно, если пилюну кормить антибиотиками, то она умрет в голоду, потому что вы убьете ее бактерий и ей не будет хватать аминокислот. Давайте следующее. Ну вот, они там делают много разных аминокислот. Геномы этих бактерий уже довольно многих известны, и они сейчас замечательно устроены. Вот они сделаны точно так же, если бы биотехнолог их конструировал, потому что у них очень мало генов вообще, у них маленькие геномы. Но все, что не нужно, значит, все гены, связанные с защитой, с изменением условий, с реакциями, изменяющиеся условия, с поисками питания, значит, этих всех генов нет, они не нужны. Эта бактерия живет всегда в одних и тех же условиях, внутри критких клей. Зато там много дополнительных генов для производства аминокислот. То есть гены, которые отвечают за производство аминокислот, они существуют в нескольких копиях. Это ровно то же самое, что делал бы гены инженеры. Вот если вам нужен продукция какой-нибудь аминокислоты, а такие есть, многие аминокислоты делают биотехнологические фабрики. Вот гены инженеры делают ровно то же самое. Они берут гены производства этих аминокислот и делают их много копий, чтобы они активно работали. То есть эволюция, в этом смысле наоборот, не эволюция повторяет то, что мы делаем, а мы повторяем то, что эволюция на самом деле делала в протяжении многих миллионов лет. Давайте следующее. Это тоже такая сложная картинка, которая показывает, как устроен обмен веществ между бактерией и тлей. Вот эти потоки разных аминокислот. Тут аминокислотный синтез нарисован. Там метаболические пути, какие-то реакции, они начинаются в бактерии, потом продолжаются в тле, потом возвращаются обратно в бактерии. Такой запутан. Получается фактически уже такой один суперорганизм, да, общим обменом веществ. Давайте следующее. И последняя, по-моему, моя картинка, или предпоследняя, значит, это муха Цецер. У нее проблемы с аминокислотами нет, потому что она вносит кровь. В крови много белка, много аминокислот. У нее проблемы с витаминами. Витамины – это разные химические вещества, очень разные химические природы. А витамины, они называются витаминами, потому что они необходимы, а синтезировать мы их не можем. В соответствии мы их должны опять-таки получать через пищу или в виде периодик по утрам. И, соответственно, значит, у мухи есть та же самая потребность витаминов. Она тоже их не может синтезировать. Но поскольку она питается кровью, значит, витаминов там не хватает. Да, они дефицитный продукт, и так просто витамины в крови не плавают. Соответственно, у нее тоже есть своя собственная бактерия. Вот они там справа нарисованы много разных. Тоже отдельно специализированный орган для них живут. И это давайте следующее. Это такая маленькая витаминная фабрика. Вот тут просто перечислены витамины, которые делают те бактерии, которые… Та бактерия одного вида, которая в мухе живет. Опять-таки, это не экспериментальный результат, это просто то, что стало ясно, когда мы прочитали геном этой бактерии и увидели, какие гены там присутствуют. Давайте еще. Все. Ну все, Таня, тогда это последняя картинка. Ну и мораль, собственно… Не знаю, а какая мораль? Во-первых, надо о себе, по-видимому, думать немножко спокойнее, да, и вот каждый человек, как она хочет сделать что-нибудь особо выдающееся или, наоборот, особо отвратительное. Но надо вспомнить, что у вас еще полтора килограмма бактерий живет, и как к себе относиться с юмором. Второе, что это фантастически интересно. И вообще, вот микробиология за последние несколько лет очень сильно изменилась, оказывается, появлением новых экспериментальных методов. Ну, вот почему вы первые вспомнили кишечную палочку? Потому что это стандартный лабораторный объект, да, там, загрязнение воды, значит, такими-то конденсационными отходами проверяют по содержанию кишечной палочки, да, называется поликир. Она, вовсе, не самая распространенная бактерия из кишечника. Сейчас эти палочки, на самом деле, они где-то там в третьем десятке в количестве. Но она ее очень легко выращивает, да, она стандартным образом выращивается, вот, на агаре, на чашках пек, и поэтому вот ее и в экспериментах используют, и во всяких, там, гигиенических процедурах. И проподавляющее большинство из этих бактерий, про которые я говорил, мы, на самом деле, ничего не знаем, кроме их геномов. Мы не можем их вырастить, поэтому мы не можем с ними экспериментировать, но мы можем прочитать их геном. Вот оказывается, собственно, то, чем, там, моя лаборатория пытается заниматься, оказывается, что мы довольно много всего можем сказать, просто прочитавши геном бактерий, посмотревши, какие гены там есть. Это такое тоже замечательное занятие. И третье, ну, там надо оставляться с антибиотиками, это всем понятно, это такой немножко другой сюжет, и, ну, как говорится, следите за рекламой. Ну, в общем, я думаю, что как раз в этой области в ближайшие годы будет еще много всего интересного, и я, соответственно, эту лекцию буду время от времени рассказывать, подновляя какими-то новыми достижениями. Ну, вот все, что я рассказывал, это работа последних, там, пяти лет. Ну, практически. Все, спасибо. Давайте, поднимайте руки, чтобы... Вот я вижу уже одну руку. Вот дело с печалью. Это вторая будет. Меня зовут Олеся, я хочу задать вопрос. Есть две версии, я не знаю, какая есть неправильная. По одной считается, что новорожденные дети не имеют своих кишечных бактерий и заряжаются при первом кормлении, а по другой считается, что они уже заражаются в кишечнике матери и рождаются с точно таким же набором. Смотрите, верно и то, и другое. Потому что первое заражение происходит в непосредственном природе, и действительно микробиом новорожденных похож на... и микробиом чисто разный у детей, которые родились в обычном способом и кесаревым кишечником. А с другой стороны, да, они заражаются, собственно, при кормлении молоком, то есть у них, может быть, еще имеется флора, связанная с кормлением, и опять-таки микробиом разный у детей, которые, естественно, скармлены искусством. Это могут быть две причины, потому что, кроме того, состав просто молока и молочной смеси существенно разный. Но вот были всякие идеи, например, что при искусством скармленного, тем не менее, надо хотя бы имитировать естественное сосание, в частности, для того, чтобы микробиом был правильный. Так что, в принципе, верно и то, и то. Он очень особенный. У младенцев он очень неустойчивый. Они, на самом деле, не похожи друг на друга. Ведь в родстве гораздо больше похожи друг на друга по составу микробиома, чем младенцы. Он у них очень быстро меняется. И где-то на первом году жизни он уже устаканивается и потом меняется не сильно. Еще вопрос. Вы упоминали какого-то червяка, у которого еще есть система. И было интересно, на каком этапе антогенеза попадают именно эти бактерии? Я думаю, что они в яйца и попадают. Прямо так, конечно, да. Если честно, то про червяка я этого не знаю. Это предположение, но почти наверняка так. Они свободно не живут, эти бактерии. Поэтому непонятно где, но он мог их охватать. А про тлю это точно известно. Ну, их практически тоже, наверное, известно. Я просто в соответствующей стадии не читал. А у тли, действительно, в каждое яйцо тли имеет несколько бактериоцитов. То есть вот этих вот клеток, внутри которых живут эти бактерии. То есть у насекомых это просто с яйцом. У человека, я думаю, тоже. Еще руки. Есть ли у вас... Давайте уже я задам. Есть ли у вас какая-то любимая бактерия? Как у ученых. Ну да, нет, это стандартный ответ. Любимая та, которую изучаешь в этот момент. Поэтому у нас любимых бактерий две. Одна... Ее наши коллеги начали из института микробиологии. Соответственно, определили последовательность генома. Мы ее анализировали. Такой совершенно новый тип бактерий. Они их подняли из очень горячих источников на дне моря. И они оказались немножко особенными. Вот это мы тоже стараемся у нас геноми прочитать. А вторая, которая еще до конца даже не прочитали генома. Он такой сложный оказался. А она все удивительная. Это бактерия, которая живет... Это калининградский, наоборот, коллеги из Санкт-Петербургского университета. Марина Сергеевна Роутиан. Они живут в инфузориях. В туфельках наших обычных, которые все знают. Они особенные тем, что они живут в ядре инфузории. Соответственно, у них есть две формы. Они вроде бы ни за чем не нужны, но и не очень вредны. Если дать антибиотику и бактерии выводить из инфузории, то она вроде бы живет тоже. На время клеймени они перерождаются. У них появляется фикционная форма. Они убивают инфузорию, вылезают. В общем, другим меняется морфология. В ретикидере они такие кружочки. А вылезают они такими веретенными. С очень большим... Судя по вопросам, кто-то знает все эти умные слова. Они в очень большое переплазматическое пространство образуются. И вот они выплывают в поисках новых инфузорий. И очень интересно попытаться понять, как это все устроено, как это регулируется. Ну и в частности, например, мы нашли в этих бактериях гены производства антибиотиков. Совершенно уже непонятно зачем, потому что они ни с кем не конкурируют. Бактерии делают антибиотики, чтобы конкурировать с другими бактериями. И эти вроде бы живут в ядре. Там клональная популяция, там все сестры. Зачем их убывать, совершенно не ясно. В общем, вот есть такой очень любимый, замечательный ответ. Там был вопрос. Здравствуйте. Добрый день. Подскажите, с вашей точки зрения, как можно повысить иммунитет человека? Давайте я скажу, что я не знаю. Более того, я сильно повзреваю, что никто не знает. Вот так, прямую. Это совсем не моя умность. Но там есть какие-то банальные вещи, да, что... Просто если человек там, ну да, физический здоров, то у него иммунитет более мощный. Если речь идет о каких-то инфекционных болезнях, то надо вакцинироваться, деваться неоткуда. А там, ну, банальности, там, не знаю, там, здоровая пища, зарядка, физическая культура. Там, на самом деле, вот, в монологии... Я постепенно вопрос задам. Чудесно. Вот. В монологии сейчас происходит революция, потому что мы учились определять последовательности геномов единичных клеток. Да, вот мы умеем на самом деле... Человек имеет лимфоциты, то есть легкие иммунные системы, против, вообще говоря, любого чужеродного вещества. В частности, против любого чужеродного белка, да, боремся с вирусами и с бактериями. И, соответственно, после инфекции каких-то антител с лимфоцитом становятся больше, ровно тех, которые заточены на войну с этой инфекцией. Будем, соответственно, вакцинировать, собственно, так действовать, да. Мы, скажем, заранее, мы у тех человека заранее готовимся к появлению этого патогена. И, когда научились определять последовательности геномов клеток, это вот просто сейчас на глазах происходит, в том числе и в России, в МИТИЧ, в таком лаборатории, вот люди, когда пытаются изучать, как влияют там разные инфекции, аутоиммунные заболевания, на, собственно, высота в этих лимфоцитах, на то, что меняется в иммунитете. С иммунитетом здесь еще такая, есть некая опасность, да. Если у вас будет слишком хороший иммунный ответ, то у вас начнутся аллергии, насчет собственной реакции на свои собственные клетки. Поэтому там довольно тонкий баланс между, с одной стороны, устойчивостью к болезням, а с другой стороны, чтобы самого себя, значит, свои собственные клетки не начать уничтожать. Ну, например, известная вещь, что многие аллергии связаны с каким-то конкретным видом антител. И, видите, эти цена, в принципе, изначально, как бы, эволюционно возникли для реакции на крупных паразитов. Да, ну, какие основные, так сказать, ну, там есть много разных аллергий, но такие самые классические, это либо, значит, сильный насморк в ИЧХ, да, это вот полидоз. Лесной вот на древесную пыльцу или я, там, на пыльцу злазом в Июне. Вот у меня, например, полидоз довольно сильный был в свое время. И, значит, ну, там сильный насморк и чихание. В принципе, это реакция на паразиты, которые пытаются вас заползти через нос. Да, вы его таким способом выгоняете. Соответственно, а там пищевые аллергии по носу, это реакция на паразита в кишечнике. Да, вы его таким способом пытаетесь изгнать. И, опять-таки, есть клинические исследования, когда людям вот с сильными аллергиями просто вводили нематод кишечных паразитов. И вот эта вот система реакции на внешние паразиты, я так подразами скажу не точно, она как бы отвлекалась вот на этих нематод, и аллергии действительно вот симптомы аллергии становились меньше. Вот. А как конкретно, вот конкретно клинических советов не умею давать, извините. не возьму, не доктор. Вопросы? Вы сказали, что проконтриснее всего полтора килограмма бактерий. Да. Если у человека, если у него много бактерий, он есть вероятность? Нет, намного больше не получится, потому что там все-таки, с одной стороны, ну, они все им выделяются. Если какой-то один вид бактерий начнет слишком сильно размножаться, ну, это, скорее всего, какая-то болезнь, да, это, собственно, патология, это инфекционная болезнь. Все вместе внезапно они размножиться не могут, но ровно потому, что там имеется баланс, они друг друга сдерживают. Слишком много, но не бывает. Есть ли у вас история, которая побудила вас заняться, собственно, все эти темы? Ну, смотрите, значит, нет, конкретной истории, такой вот, лучшей жизни, нету. Бинформатикой я начал заниматься, потому что я обнаружил, что мне очень плохо получается заниматься математикой. Да, я учился в математическом факультете, и у меня там, ну, то есть я там, нормально, у меня там были мои пятерки, но такой настоящей математикой у меня вообще заниматься плохо получалось, и мне в этом смысле очень повезло, потому что биоформатика, вот как наука, ну, про изучение геномов, генов, вот в компьютере, да, то есть вот сравнивать их друг с другом и что-то пытаться про это все сказать, она тогда только появлялась, поэтому ее не надо было учить, а ее можно было просто делать. А бактерии, ну, я, конечно, занимаюсь не только бактериями, я такой биоформатикой, ну, там, человеческой тоже занимаюсь, но бактерии хороши тем, что они все-таки геномы проще, и, ну, вот наша основная там область, это регуляция работы генов, пока они включаются и выключаются в зависимости от условий. Вот на бактериях это просто проще смотреть, и там действительно получаются всякие красивые вещи делать, да, там какие-то новые регуляторные механизмы получается увидеть, там, предсказывать функции генов и так далее. Бактерии в этом смысле хорошие материалы, потому что с ними просто проще работать. А вот, можете как раз об этом рассказать, какой вклад вносит изучение бактерий на изучение работы генов? Не, ну, смотрите, изучение бактерий, опять, тут два вопроса. Отвечать на вопрос, зачем нужна биология, вообще как наука, это я, пожалуй, не умею. Если кто-то этого не понимает, то ему уже не объяснилось. Ну, там, чисто практически, да, с одной стороны это патогены, с другой стороны это биотехнология, какие-то аграрные технологии, тоже завязаны на бактерии, там, системы очистки и так далее. Ну, на самом деле, так бактерия окружается. Мы, фактически, живем в мире, в котором бактерий, там, намного порядком больше, чем у любых других живых существ. И если мы хотим вообще понимать, как жизнь устроена, то, в частности, надо понимать, в особенности, я бы даже сказал, надо понимать, как бактерии устроены. Это, как бы, такая биологическая, общая биологическая. А вот, собственно, биоинформатика, такой компьютерный способ анализа, он оказывается действительно очень полезным, потому что, ну, вот я говорил, есть также много бактерий, которых мы экспериментально изучать просто не можем. Они при этом важны и интересны. И мы довольно много про них можем сказать в компьютере. Потом оказывается, что мы умеем предсказывать ситуацию генов. Мы умеем, опять-таки, просто глядя в компьютер и сравнивая, там, гены и геномы друг с другом, открывать какие-то новые гены, про которые экспериментальные биологи, в общем, не знали. Какие новые функции белковые, новый регуляторный механизм. Вот это все, получается, делать чисто компьютерно. И это оказывается полезно биологам, потому что вот такая типичная ситуация, когда, скажем, биологи знают, что какая-то функция в клетке есть, где метаболическая реакция. Они видят, что эта реакция происходит, но они не знают, какой белок за эту реакцию отвечает, у нее кто-то лезет и какой фермент. Ну и, соответственно, где гены этого белка. И такими традиционными экспериментальными способами пытаться это делать это довольно тяжелая вещь. Да, вы фактически, вы ищете в темной комнате, не очень понятно что. А если удается компьютерными методами сделать конкретное предсказание, что вот у вас не хватает вот такой функции, вот вам там три кандидата, которые надо проверить. Но вы уже ставите прямой эксперимент, это намного проще. Собственно, биологи как бы стали серьезно относиться к биоформатикам, это тоже случилось не сразу. Вот ровно тогда, когда мы научились делать какие-то конкретные предсказания, которые экспериментаторы могут пойти проверить в промерки. А после этого оказалось, что это уже полезно, потому что, в принципе, просто очень много всего нового, можно сказать. Чисто в компьютере, вот, глядя, сравнивая кино. Я не знаю, какой вопрос тем, но мне всегда было интересно. Какое-то время назад я прочитала статью, она называлась «Зомби». И так рассказывалось… Ну так немножко громче, если можно, потому что там перекликивает этот ужасный человек. Хорошо. В общем, какое-то время назад я прочитала статью под названием «Зомби». Там рассказывалось о том, что есть какие-то, может, это твя или паразиты, которые внедряются в муравья и начинают… Да, сейчас расскажу. Да, и… Все-все, я понял, спасибо. Как она управляет этим муравьем? Да, значит, как управлять… Смотрите. Значит, действительно есть много паразитов. Обычно вот про бактериальных паразитов я, пожалуй, таких примеров не знаю сходами, не соображу. Это обычно паразиты все-таки простейшие, таксоплатные частности. Или даже многоклеточные, как в случае, муравья. Значит, действительно там либо личинка глиста. Да, вот такая типичная ситуация, когда есть три хозяина – корова, муравей и улитка, прудовик. Такая песноводная улитка. Соответственно, есть три стадии у паразита. Ну, как из коровы попадает в улитку, понятно. Значит, просто он выделяется из лечащника. Муравей съедает, как этого самого прудовика заражается от него. Или там ползает по земле, там где прудовик тоже прополз. Он такой, на отмелек живет. А для того, чтобы попасть из муравья в корову, действительно, этот паразит заселяет нервную систему муравья. И муравей, значит, у него начинает следующее поведение. Он заползает на верхушку травилки. Значит, в нее в пиятель, значит, вот, сцепляется швалами. И его ждет, пока его коровы съедут. Как именно это происходит, я не знаю. Я сильно подозреваю, что никто не знает. Вот, что именно делает этот паразит с нервной системой муравья, чтобы заставить его так делать, не знаю. А есть другой чудесный пример, уже ближе к нам. Значит, есть токсоплазма. Это такая одноклеточная паразита. Родственник нейринов, плазмодия дальняя. У токсоплазмы основной хозяин кошка. А промежуточная мышь. Соответственно, мышь, зараженная токсоплазмой, она становится бесстрашной. Она перестает сжаться по углам, она перестает бояться запаха кошки. Ну, и при простом языке, говоря, всячески нарывается. У человека токсоплазма тоже бывает. На самом деле, примерно половина людей с токсоплазмой заражены. Ярких клинических проявлений у этого нету. Но психологические различия у людей, вот зараженных токсоплазмой и не зараженных, немножко есть. Сейчас я в больнице соврать, значит, там кажется как-то чудесным. Потому что женщины с токсоплазмой становятся такими более мягкими и добрыми, и при этом более умными. А мужчины, зараженные токсоплазмой, становятся, наоборот, более агрессивными и интеллектуально, соответственно, чуть более тупыми. Опять, механизмов не знаю, есть просто отдельные наблюдения. Надо расстать всем женщинам. Ну, главное самому при этом захвататься, да. Ну, это немножко действительно, Вы правы, это не тема версии, потому что это про простейших и про многоклеточных, а не про бактерии. У меня вопрос в продолжении этого, поскольку мы занимаемся сейчас работой с нейроинтерфейсами, здесь вот на соседнем стенде есть ребята, которые управляют киборгами. Вопрос, есть ли исследования по поводу того, как, например, при помощи токсоплазмы, при помощи бактерий проще управлять киборгизированными животными, насекомыми и так далее? У вас сочетаются ли эти два предмета, кто этим занимается? Знаете, это, я думаю, что... Ну, я так, серьезных исследований такого сорта я не видел. Что какие-нибудь военные втюхивают другим военным эту идею, я не сомневаюсь. Потому что любая глупость, которая придет в голову, в обороны и науке наверняка кем-то тоже придумано и за большие бабки, значит, втюхано. Реально, ну вот, для человека, пожалуй, с вами токсоплазмы, просто неизвестно, кто бы это еще мог быть. Про тех же муравьев, ну, я могу себе представить муравьев-киборгов, но... И даже могу себе, наверное, придумать для них военное применение. Это же мне не хочется справиться, честно говоря. Будешь лять. Я сейчас киборгов-муравьев-ку знаю, но могу уже сделать калибри. Дарпа показывает. Извините, я не слышу совсем. Я говорю, что кроме муравьев, не знаю, но Дарпа показывала, они сделали калибри. Нет, нет, но это все-таки не повторяю. Нет, нет, управлять электрическими пульсами, конечно, можно. Нет, там были всякие управляемые терапазы, вот эти там руки дофига. Но опять, я не реально с очень большим оверхсением отношусь к любым болезненным применениям биологии, поэтому... Есть вопрос по вашей лекции. Да так. Насчет гиколотерапии. Было сказано, что она помогает при диабете. Про диабет клинических испытаний не было. Она, значит, я думаю, возможно, там непрямое влияние может быть связано непосредственно с диабетом, а через ожирение. Но с ожирением были клинические. Понятно. Про диабет просто, ну, специально не смотрел, но вот так вот в мероприи не попадало. Но какие-то отдельные наблюдения про связь вот микробиомы с диабетом, они были. Так что вот у диабетиков и у здоровых людей действительно состав микробиома разный. Но опять-таки непонятно, это что причина, что следствие. Для этого можно просто следствие в изменении общего метаболического статуса. Ну, я думаю, на этом уже стоит закончить. Спасибо. Ну, если кто к вам подойдет за автографом, вы не откажете.